Небо Бангалора свидетель возможностей новой Индии, отмечает Нарендра Моди, когда мимо трибуны пролетают истребители Теджас индийского производства. Крупнейшая авиавыставка Азии долгие годы была лишь ярмаркой иностранной техники для индийской армии. Сегодня большинство экспонаты с маркировкой сделано в Индии, а в планах занять свое место и на мировом рынке оружия. Индия обновила свой ВПК за последние 8 лет, и это только начало. Теперь мы стремимся довести оборонный экспорт до 5 миллиардов долларов к 2024-2025 году. Страна, которая была крупнейшим импортером оружия на протяжении десятилетий, теперь экспортирует оборонное оборудование в 75 стран мира. Только здесь, в Бангалоре, ожидается подписание соглашений на 9 миллиардов долларов. Главное требование Индии — совместное производство или глубокая локализация в стране. Для иностранных производителей Аэроиндия станет настоящим полем битвы за индийский оборонный рынок. Накануне страна приняла рекордный для себя и третий по величине в мире военный бюджет. За последние 5 лет Индия импортировала вооружение на 24 миллиарда долларов. 13 миллиардов из них — заказы из России. Желание США прекратить или хотя бы ослабить партнерство Индии с Россией накануне вылилось в подписанное между Вашингтоном и Нью-Дели соглашение о сотрудничестве в области военных технологий. Жирным намеком стали эти два истребителя-бомбардировщика F-35A, которые США пригнали на Аэроиндию. До недавнего времени лишь Москва передавала Индии военные технологии, например, при совместном производстве ракет «Брамос». Несмотря на беспрецедентный масштаб американской делегации на выставке, первенство в оборонном взаимодействии с Индией еще долго останется за Россией. Не только потому, что большая часть индийских ВВС — российские самолеты, но и подписанные контракты на новое оружие гарантируют сотрудничество на долгое будущее. Индия — это наш давнешний традиционный партнер. Мы привезли всю линейку вооружений, то, что выпускает наш концерн. В принципе, уже интересуются, несмотря на то, что в серьезное такое время, подходят военные, интересуются. Ну, С-400, естественно, мы не секрет поставили. И работаем сейчас, вводим в эксплуатацию. Более 200 образцов оружия и техники привезли в Индию предприятие «Рособоронэкспорта». Кроме ракетных комплексов, на этом рынке Россия представляет истребитель пятого поколения Су-57Э. Общемировой портфель экспортных заказов на российское оружие составляет 50 миллиардов долларов. И хотя Индия рассматривает все предложения, внимание в первую очередь на собственном производстве. Легкий ударный вертолет «Прачан», что в переводе означает «яростный», жемчужина этой выставки. Это первая подобная самостоятельная разработка Индии, предназначенная для ведения боя в условиях высокогорья. Один из этих вертолетов индийского производства сегодня пилотировал лично начальник штаба сухопутных войск генерал Манадж Прачант. Символический жест и демонстрация новых возможностей индийского ВПК. Дмитрий Мельников и Владислав Дадонов. Вести из Бангалора. Индия.